Этот видеоролик раскроет вам основные причины трудностей в общении, карьерном росте и непопулярности в коллективе. Возможно, именно они затрудняют и вашу жизнь, оставляя в стороне от множества интересных событий. Хотя не все так безнадежно. Если вы начнете предпринимать меры, чтобы измениться самому и как следствие изменять сложившуюся ситуацию. В этом видео пойдет речь о том, какие простые шаги можно предпринять, чтобы одну за другой устранить их. Эти три причины застенчивость, иначе говоря, психологическая закрепощенность, низкая самооценка. Косновязычие. К этому относятся невзрачные голосовые характеристики и неумение логично облечь свою мысль в слова. Ну и безэмоциональность. Неумение показать свои эмоции выражением лица, тоном голоса и подходящими словами. Давайте рассмотрим два полярных типа поведения, когда человеку приходится жить хотя бы одним цветочком из этого букетика. Кстати говоря, я хорошо могу себе представить эту ситуацию, потому что лет до 16-17 я была ужасно застенчива. Можете себе представить, молодая девушка-блондинка, лицо которой заливает краской от любого обращения, неважно одобрительного или осудительного. Самое невзрачное тихонье в компании. Это все обо мне. Не верится? К счастью, я не страдала косноязычием или безэмоциональностью, но и только одна застенчивость может испоганить жизнь с юных лет и досидим. Тем не менее, я стала актрисой, выступала на театральной сцене, работала корреспондентом и ведущей на радио и телевидении. Как такое могло случиться? Люди, страдающие от подобных особенностей, в большинстве с вами почему-то думают, что причиной, портящей им жизнь, это изъяны наследственности. Все в моем роду такие были там, или мама, папа, я такой характера, ну у меня такой характер, и что? Или даже воспитание обвиняют своих родителей в том, что они там им не додали чего-нибудь в детстве и, соответственно, вот они получились косноязычными или безэмоциональными. Ну, или обвиняют сложившуюся ситуацию. Вот у нас в коллективе все там такие активные, нахальные, палец в рот не клади, а я не такой или не такая. Ну и что все эти изъяны, эти недостатки неизменны. Почему-то люди так думают, что их нужно нести как свой крест, при этом страдая и недополучая от жизни радости, признание, уважение и внимание со стороны противоположного пола. Обрадую. Эти три причины можно устранить из своей жизни, причем находясь в любом возрасте. Главное желание. Главное, но не единственное. Так вот, как думают люди, чья жизнь отравлена застенчивостью, косноязычием или безэмоциональностью, в основном ясно. Теперь о том, какой тип поведения можно выбрать. Можно, конечно же, смиренно нести свой крест и не роптать, либо погрузиться в мир иллюзий, где чувствовать себя сильнее, значимее, любимее. Это может быть в лучшем случае введение дневника или тихое какое-нибудь художественно-прикладное творчество. Ну а в худшем, сами знаете, погружение в алюзорный мир с помощью телевидения, компьютерных или азартных игр, алкоголя, ну и наркотики туда же. Ну и второй тип поведения. Более активно и соответственно. Найти информацию, как избавиться от этих трех причин. И самое главное. Предпринять рекомендуемые действия. За желанием обязательно должно последовать действие. Я вот уже 15 лет как занимаюсь режиссурой и педагогикой. Я ставлю спектакли со студентами. Ко мне приходят молодые люди, как правило, с нулевым уровнем подготовки для выступлений на сцене, но с различными способностями к этому делу. А знаете, кто в итоге играет главные роли? Возможно, что вы подумаете, что самые талантливые. М-м. Или, может быть, те, у кого хорошая память, чтобы выучить много текста? Ну, ведь, как правило, у главных героев много текста. Нет. И даже не те, кто подходит по типажу, ну или симпатичен руководителю. И что самое интересное, речь сейчас не только о главных ролях в спектаклях. Как сказал классик, вся жизнь театра и люди в ней – актеры. И тут аналогия явная. Мой опыт показывает, что в итоге главные роли достаются, знаете, каким людям? Во-первых, амбициозным, которые хотя бы втайне мечтают сыграть главную роль. Второе – тем, которые не распыляются на всё интересное вокруг. Это как в стихотворении. Помните, драм-кружок, кружок по фото, а мне ещё и петь охота. Так вот, или драм-кружок, или кружок по фото. И, в-третьих, это те люди, которые систематически приходят на репетиции. Таким образом, они получают большее количество информации и большее количество времени на её освоение. Теперь думаю, что вы поняли, что трудности в общении, карьерном росте и непопулярности в коллективе – это на самом деле результат бездействия. Просто надо именно сейчас свернуть на своём жизненном пути в другую, непривычную для вас сторону. Как говорят, выйти из зоны комфорта. Выбрать второй тип поведения. Начать действовать. С чего начать? Ну, если ваш враг – застенчивость, начните осваивать отзывы актёрского мастерства. Научитесь раскрепощаться. Чтобы покончить с косноязычием, займитесь развитием голоса и речи. А освоение ораторского мастерства поможет избавиться от безэмоциональности. Теперь ответ на вопрос, где всё это начать осваивать. Возможно, что у вас в городе есть курсы или студии, где этому учат. Более того, масса тренеров бесконечно предлагают по всем этим темам тренинги вживую, которые обычно проходят в больших столичных городах. Ну, можно туда съездить. Однако, если выбирать из этих двух, то курсы, подразумевающие систематические занятия сроком не менее двух месяцев, предпочтительнее. Почему? Да потому что действовать гораздо труднее, чем бездействовать. И рывок на двух-трёхдневный тренинг может не увенчаться желаемым результатом. Потому что информацию-то вы получите. Но потом нужно приложить усилия, самодисциплину для самостоятельного её освоения. А это может трудно даваться. Зато рамки расписания курсов плюс групповой энтузиазм и длительный контроль специалиста могут принести вожделенные плоды. Именно поэтому я отказалась от проведения отдельных тренингов и вебинаров. То там немножко, то тут чуть-чуть. И решила всё это систематизировать. Организовать курсы по совершенствованию голоса речи актёрского и ораторского мастерства онлайн. Думаю, что я дала исчерпывающий ответ, какие три основные причины отравляют жизнь многим людям. Если они затрудняют и вашу жизнь, вы теперь знаете, где и каким образом от них можно избавиться. Редактор субтитров А.Семкин